Сегодня во дворце международных форумов Узбекистан состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции. В нем принял участие президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев. Традиционный телевизионный лайф даже без всякой закадровой речи эмоционально расскажет о событиях жизни, тем более подобного масштаба. Эту встречу, возможность пообщаться, поделиться успехами и планами мы ждем целый год. И торжественный повод тому именно очередная годовщина принятия Конституции. Правового навигатора, который 25 лет назад определил, как и куда направит свой курс Новый Узбекистан. Вы знаете, за один год сделано столько, что невозможно было сделать даже за 10 лет. Так люди говорят. И вот мы это слышим, и мы сами видим это, мы сами очевидцы этого. Вы посмотрите, какие перемены, какие в связи с той стратегией, которая была предложена президентом, какие преобразования происходят. И в городе, и на селе. Право на жизнь, право на труд, право на образование. То есть все наши права, наша Конституция, она очень гуманная, она очень, я считаю, что наша Конституция может быть образцом и для других стран. И дополнения за последний год, которые внесены в свете судебно-правовой реформы, например, возьмите, и в других сферах кардинальные реформы до здравоохранения. Какое уделяется внимание подготовке кадров. Мы все очевидцы, что мы живем очень хорошее время в прекрасной стране, где все для людей. Представители самых разных сфер – современники, которым выпала и честь, и ответственность жить в особый для страны период. Его называют поворотным этапом в истории Узбекистана, прорывом, обеспечившим новый старт и во внутренней политике государства, и в семимильных шагах на международной арене. Согласитесь, за этот год мы изменились сами и реально знаем, что слово каждого из нас способно прозвучать громко и веско. А главное – быть услышанным. Потому что теперь мы – участники важного, как кислород общения, и для нас, и для государства – участники диалога с народом. Конституция – это основа основ. Надо отметить, что за последний год у нас был такой большой прорыв в области реформ. И все это, несомненно, приведет к улучшению качества жизни. И еще я бы хотел отметить, как ученый и как преподаватель, что большое внимание сейчас уделяется именно кадрам. Мы молодые, и нас отметили. Это очень для нас дает стимул работать вдвойне или втройне, еще больше, еще усерднее. И вот она – главная речь с трибуны 2017-го. Мы ждали ее. И снова лайф – реальность в своем апогее. Без слов. Человек, его интересы – справедливость. Вот основные акценты, на которых строилась речь президента Шавката Мерзиёева с первых ее минут. Защита прав, гражданин с большой буквы. Этими ценностями дышит Конституция в каждой своей главе. А что же жизнь? Глава государства четко расставил все точки над «и», говоря, что сделано и что предстоит. Это и дальнейшая работа над совершенствованием деятельности госорганов, належащей реализации актов амнистии, кадровая политика, где, по мнению президента, пора уже искоренить старые подходы, которые мешают набору в государственные органы талантливых специалистов. Приоритеты Узбекистана во всем созвучны с историческим документом. Декларации прав человека, и сегодня страна пошагово стремится воплотить все базовые его основы в реальность. Это отметили высокие представители Организации Объединенных Наций, которые посетили Узбекистан в этом году с историческим визитом. Современная реальность – неспокойный мир. Это, как подчеркнул Шавкат Мерзиёев, просто обязывает задуматься над важностью духовного иммунитета общества. Наше золотое наследие – вот фундамент, на котором должна строиться работа, воспитание молодежи. На ней, как всегда, президент остановился особо. Категория населения до 30 лет, составляющая более 60 его процентов. Для неё мы просто обязаны обеспечить все условия для лучшего роста, образования, самореализации. Особый приоритет – защита социально уязвимых слоёв населения. Дальнейшее совершенствование рыночных механизмов, где приоритетный акцент президент сделал на поддержку предпринимательства. Так что ключевой сектор экономики вправе рассчитывать на дальнейшие беспретендентные инициативы в интересах своего роста. Продолжится работа по улучшению оказания медицинских услуг населению. Повышение роли народных приёмных, куда поступило около полутора миллионов обращений от граждан. Не это ли показатель доверия? Вновь прозвучала красноречивая правда. Не народ должен служить государственным органом, а в точности наоборот. Вот тогда и оправданно говорить о демократии. Власти народа, которая хочет жить достойно здесь и сейчас. Важно укреплять стабильность. Присущие нам согласия в нашем многонациональном обществе, которое гарантирует равенство всем своим гражданам. Справедливость закона. Вот краеугольный камень звучала с трибуны, чтобы человек уважал его. Реальная защита прав должна стать определённой эталоном для нашего современного общества. А каждый трудится по совести в своей стезе. Для страны, для будущего. Простые слова, но сколько в них правды. Жизни и того, что каждый из нас хочет видеть нормой. А если нужно, долгом чести. Чтобы спустя много лет, сказал завершая свою речь президент, поколения понимали главное и чувствовали главное. Конституция, её ценности, фундамент и символ прогресса.